здрасте глупо уважаемые любители летных видов спорта посмотрите на какую красоту мы вам показываем как замечательно облака переваливают перевал сейчас я попробую вам я это видео записываю чтобы потом сделать его ускорить наверное давайте вам покажу откуда это все идет вот гренобыльская долина там впереди город гренобыль а это перевалы гренобыльскую долину из гренобыльской горит долины перевал по которому мы по дороге постоянно к себе вот внизу дорога по которым мы едем из гренобля себе домой и вы посмотрите как красиво видно как текут облака вот они можно как завороженному смотреть на это зрелище то есть облаков нет потом воздух поднимается вверх от подъема вверх он охлаждается и происходит конденсация влаги которая есть в воздухе после этого пройдя вот этот склон воздух опускается вниз и как вы видите облака тает этот процесс идет бесконечно просто потрясающее совершенно зрелище я в диком восторге так но мы далеко достать отлетели потихонечку теряем высоту мы в минусовой системе но в 3000 метров нам до дома хватает поэтому я продолжаю это снимать просто физическое зрелище да и просто это происходит еще быстро будет ветер 83 километра в час мы фактически висим на месте вау вообще сейчас мы на обратном пути пойдемте по вот этой скальной стеночки у нас достаточно для этого высоты думаю будет очень красивый вид да саша о чем ты думаешь ну давай попробуй снять какая красота творится и потом дойдем до нашего роторного облачка возьмем следующий волну сейчас друзья все будет сейчас мы подходим к вот этому заснеженному склону на котором висит облако посмотрим нет ли перед этим облаком чего-нибудь а может быть просто долю облака прошвырнемся идем постоянных минусах это не страшно сейчас возможно с нами будет какая-то турбулентность это тоже не страшно у нас красиво здесь царство холода а самой долине гренобля тепло видите травка не зелененькая пока но скоро пути люди мы подходим к облачности я обожаю такие полеты как солнце откуда саши давайте попробуем сделать свою гала вот облакам области сходить не будем но прощимся над ними под нами область заснеженной долины так высота нормально достаточно я контролирую высоту на наличие к аэродром вот смотрите перед облако я через него прыг вот так вот и перескакиваю и ныряю вниз разгон вау саша сажа посмотри какая красотища садка вау друзья это просто праздник какой-то как я говорю часто очень живописто то есть яркое такое освещение еще после всех этих там осадки были так далее воздух очень почистился весь такой прозрачный скорость 59 километров в час как представляешь как с этими скалы у нас должно потрякивать смотрите какая злая скалища у нас здесь сейчас пройдем рядышком вся скорость у меня прошел над скалой как это выглядит и для нас все такая заснеженная зубастая такая покрытая а впереди у нас зона где может быть следующая волна в которой можно будет набрать высоту если закончится мы провалились уже под облака есть плюсики кадры дрожат но это реально да сейчас посмотрим прям по курсу должна быть волна очень сильно трясет видите иногда дневник на видео как шатает в кончике крыла вообще собственно крыло перегрузка сейчас до 2g забрасывает от 0.5 минус до 2g плюс да неприятненькая но это последствия прохода вот этой роторной системы вот это вот эти все склоны создают нисходящее течение и турбулентность которая трясет а волна стоит вот здесь смотрите запищал наш прибор и где-то здесь мы сейчас входим волну и все становится опять ламинарно как это выглядит на приборах саж закрыл 4 магия я всегда говорю что волна это магия да саш а ты как считаешь сижу да вот у меня вообще друг поэт можно сказать саша посмотри налево скажи что нибудь был уважаемым любителям ледки спорта я всегда говорил примерно одно и то же самое приходите в небо посмотрите как как здесь красиво и это не страшно и не так уж и сложно надо просто захотеть и двигаться хотя бы мультина шахтана вот видите друзья только мудрый у меня друг мы взяли волну это магия я тут снимал как-то ролик хороший дошел терпит что волна это магия помните был смешной ролик про самолет когда девушка стюардесса рассказывает почему надо выключать там приборы самолете это же магия мы летим на такой штуке который непонятно по каким законам это магия но так так и собственно и волна опа выскочили из волны сейчас я вперед проблюсь друзья я неудачно описал какую кривую и меня выйду из волны и еще и скорость потеряла до 100 км в час это было неприятненько тут нужно быть внимательным потому что с волной соседствует злые ротора ну вообще бы как бы заканчиваем полет нам нужно вернуться на аэродром и вот это все снимаю вам просто показать что мы здесь можем продолжить набрать высоту и продолжить полет но вот это весьма по некоторым причинам непросто вот по каким я очень не могу понять по каким не всегда друзья удается прям сразу все сделать все как хочется видите сначала вроде как получилось волну взять сейчас как-то не очень получается вот теперь эти облако и одно роторное так что у нас высоты хватит нам до него дойти вернуться нормально назад попробую против ветра чуть пробиться вот так а закрылок минус ой черт да слушай как ох ты шьет улетает по кабине ну что друзья только для вас вот безмонтажное видео впереди облако оп мы до него не долетаем эвакуация уходим в нашу долину до облака не долетаем не хватает высоты к сожалению вот перед этим облаком еще одна волна стоит но к сожалению мы до него не дотягиваем очень большие минуса схватили по дороге минус 4,7 метров в секунду скорость снижения обходим вот этот красивый склон вам показываю я сейчас закреплю постараюсь закрепить телефон нас сейчас будет опять подстармливать здесь по весне очень красивые водопады снежные ледопады то есть как тает снег и получается что вода идет вниз и замерзают огромные такие голубые ледопады я очень люблю по весне летать сюда посматривать продолжается у нас снижение 83 км в час ветер нам дует могу вам показать на приборах вот 85 второй прибор показывает 79 ну правда где-то посередине снижение у нас минус 4,9 метров в секунду минус 5 метров в секунду ну вот так приходится ок сейчас опять так будет трясти вот это нам дает прикурить в дальнейшем потому что ты видел что творится да Какая перегружка у нас действует, мы попробуем зафиксировать телефон. Сейчас отрицательная, положительная, отрицательная. Да! Жура, как тебя развлекута. Слушай, как хорошо, что мы с тобой волну вышли. Попробуем поближе заснять прибор с перегрузкой. Сейчас еще будет. О! От отрицательной до положительной. Два. Ну вот это вот, что сейчас происходит. Вот таким образом постоянно пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Но в целом больше двух не было. Постоянно трясет. Вот. Но что такое два, допустим, я могу сам разогнаться до 200 км в час. И сейчас сделать параболу. Вот положительная, вот это легко переносится. И вот отрицательная перегрузка, почти ноль сейчас будет. У-у-у-у! Когда ноль, все летает по кабине. Мы прошли склон, достаточно неприятный. Ну, в смысле, по-турбулентности. Сейчас все должно быть хорошо. И вот этот аэродром под нами, наш запасной в долине. Аспербонт, вы его прекрасно знаете. О! Там внизу, что ли, соревнования, какие-то третопланилистов. Посмотрите, авиамоделистов. Посмотри, сколько народ собралось. Саша, глянь. Или я ошибаюсь? Затем, такой ветер вряд ли. Ну, машин куча. Что-то они там делают. Там у нас еще и моделисты занимаются. Волну мы брали с утра, как раз вот в этом самом месте. Сейчас нету. И мы возвращаемся на наш аэродром. Да, Саша? Да. Потянуться в планере нельзя, но если что, можно сделать себе несколько секунд ненесомости. Подожди, да, скажи еще раз, Кота. Потягушки в планере сделать нельзя, но можно сделать себе несколько секунд ненесомости вниз, вверх. И, вроде как, уже спина оттопнула. То есть, стена продолжает. О, восходящий поток. Вот волна, кстати, которую мы брали с тобой, по-моему. Слушай, дальше она в этот раз? На том же месте, а ты ее здесь брал? Я просто забыл отследить расстояние. Ну, да. Вот, друзья, чтобы вы понимали прелесть волновых полетов, что это не только тряска, но и... Посмотрите, раз. Закрылок на четыре. И мы пошли в волну, наверное. Я в прошлый раз тоже вам сказал, что пошли в волну и обманул. Обманул. Планер на месте, видите, останавливается. Силуэт. Я могу даже спиной вперед слетать. Не, не смогу. Ветер 52. Ветер, видите, с высотой очень сильно растет. Это, с одной стороны, создает хорошие условия для водного образования, а с другой стороны, очень усиливает тумбулентность. Но на этот прибор у меня вот перегрузка увидена. Соответственно, она нам показывает, насколько нас сильно... Ну, мы, понятно, и своими попами чувствуем, насколько нас сильно трясет. Ну, и перегрузка тоже. Мы не достигли самой волны, то есть мы сейчас в зоне, где идут ра-ра-ра такие вихревые конструкции, которые поднимаются вверх. Если в этой вихревой конструкции повисеть и набрать метров еще 150-200, я думаю, что мы выйдем в волну. Ну, а так... О, смотри-ка, планер. Или что это внизу? Под нами что-то летит, глянь. Справа. Очень похоже на... Может, это Клауд? Планер, да. Давай посмотрим. Слушай, до какой низкой высоте он пришел. Да. Мы можем посмотреть, посмотреть, посидеть. Не, ну он выпарит. Мы с тобой 1800, у него на 500 метров. Мы с тобой сюда летали на такой высоте. Ну, наверное, ищет ротор, да, будет, хочет выпарить. И попасть в волну. Сколько времени сейчас? Волгий. Так, ну, нужно заходить на посадку. Все-таки. Возьмешь, поснимаешь. Я выпустил, друзья, вот здесь не тормоза. Стаса держит в кадре нашего пилота. Он борется с роторами. Кидает, через пять, волну. Ладно. Сейчас подойдет поближе. Вот сколько-то у него. И шибко получается. Она же шибко трясет. Оп. Смотрим. Мне кажется, это клаус. Хотелось бы верить. Подхожу к аэродрому. Буду заходить сразу на посадку. Там нужно приближаться к 14 часов 30 минутам. Мы уже время свое не прогуляли. Три минуты у нас еще есть. Посмотрим, мы ложимся на минуты. Так, шасси вываливаю. Есть шасси. Открывок на посадочках у нас на положение 6. Поддушные тормоза проверят, работают. Начинают снижение. На полностью выпущенных поддушных тормозах. Осматриваю аэродром на предмет. А если там кто, никого нет. Смотрим на ветер. 50 км в час дует ветер. Достаточно сильный. Выровнялся по полосе. Саш, помнишь, что в деталях открыло было все? Да, лучше стало. А? Лучше стало. Да, гораздо лучше остался, конечно, небольшой уголочек у колдуна, но почти незначительный уже. Высота у меня сейчас будет 1100. Прохожу против ветра. Видно, как планер упирается. Не хочет лететь. Вперед. Почти висит на одном месте. Я сейчас... Ты можешь кирло поснимать, как красиво. Кирилл проходит по поле земли. Кирилл проходит по полосу. Кирилл проходит по полосу. Глянь и сми. Уорв. Кирилл. здесь надо проскочить градиент на высокой скорости, чтобы у земли не тухнуться может провалить у земли, если скорость меньше и сейчас спокойненько гашу скорость, притираю планет к земле и хочу его справить выскакиваем на асфальт слушай, как классно разворачивает на ветер реально сильно разворачивает замечательно такой вот был полетик красивый до новых встреч глупоко уважаемый, любитель летных видов спорта была тебе с плагера всего вам доброго до новых встреч 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 в следующем в следующем вот